Третья штурмовая бригада ОБ Авдеевки, на шестерых бойцов в СУ приходится 100 оккупантов. Российские оккупанты активно пытаются штурмовать Авдеевку. На некоторых позициях на шесть украинских защитников выходит около ста российских штурмовиков, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграмм третьей штурмовой бригады. Военные третьей отдельной штурмовой бригады отметили, что если российские оккупанты не считаются с потерями со стороны своих военных, то и украинская сторона тоже с этим не будет считаться, на самом деле сложно точно посчитать, в каком количестве россияне здесь погибают. Только за один накат на одну позицию вчера мы, забаранили, примерно 80 военных РФ, сообщили военные, в целом украинским военным уже удалось уничтожить более 4000 российских оккупантов. Третья штурмовая бригада отметила, что таких потерь, как в боях за Авдеевку, российские военные, скорее всего, еще не имели. Военные отметили, что сейчас РФ перебросила минимум шесть бригад российской армии. Кроме этого, также известно о переброске одной бригады, ДНР, спецподразделения ГРУ и подразделения СО. И чтобы вы понимали распределение сил, есть некоторые позиции, где держат оборону шесть украинских воинов, а штурмуют около ста оккупантов, сообщили в третьей штурмовой бригаде. Ситуация в Авдеевке. Оккупационные войска пытаются «взять» Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация в этом направлении приближается к критической. Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте. В третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага. Но, кольцо, удается раскрыть. Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на Коксахиме вспыхнули цистерны с мазутом. Сегодня стало известно, что украинские войска решили отойти из Укрепрайона, Зенит, в Авдеевке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.